Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и наш сегодняшний ролик посвящен самым разнообразным кумулятивным струям. А начнем мы с опыта с трубочкой и воронкой. Я закрываю трубочку пальцем, погружаю ее под воду, отпускаю палец и над трубочкой появляется невысокая струя воды. А теперь давайте сделаем то же самое с воронкой. Я погружаю ее под воду, отпускаю палец и вверх бьет высокая струя воды, так что она уходит за границы кадра. Заснимем опыт с воронкой на скоростную камеру. Отпускаю палец и струя взлетает вверх больше, чем на 40 сантиметров. Почему же воронка дает такое усиление струи? С этим надо разобраться. Когда я погружаю воронку под воду, я совершаю работу по вытеснению воды из объема воронки. Ну и тем самым запасаю потенциальную энергию, равную весу вытесненной воды умноженной на глубину погружения ее центра тяжести. А когда я открываю горлышко, вода устремляется внутрь воронки и в соответствии с непрерывности скорость воды увеличивается пропорционально уменьшению площади поперечного сечения. Ну и у этой воронки входное сечение по площади в 50 раз больше выходного. Это значит, что скорость на выходе в 50 раз больше скорости на входе, а квадрат скорости в 2500 раз больше. Ну а кинетическая энергия тем самым сосредоточена в основном здесь на выходе из воронки. И получается, что потенциальную энергию всего объема воды мы вкладываем в кинетическую энергию небольшого объема вблизи горлышка. Ну и тем самым высота подъема струи будет во столько раз выше, во сколько раз объем всей воды в воронки больше объема воды вблизи горлышка. А сейчас я сделаю опыт не с обычной конической воронкой, а вот с этой гладкой и вытянутой. Погружаю ее под воду, отпускаю палец и она бьет выше, чем на метр. А теперь мы перейдем к следующей серии опытов. И для первого из них я возьму вот эту резиновую грушу и подую на поверхность воды достаточно резко. И из воды выскакивают довольно высокие струи. И сейчас мы посмотрим на них в скоростной съемке. Воздушная струя образует на поверхности воды углубление. Оно схлопывается и оттуда бьет струя под углом к горизонту. Углубление было не очень аккуратным, но есть способ сделать его более симметричным и получить еще более красивую струю. Для этого надо взять шарик стальной, обмазать его, ну например пластилином, чтобы он не смачивался и отпустить в воду. И мы снова видим прекрасную кумулятивную струю. Шарик падает вертикально вниз и пробивает в воде воздушный колодец, который разрывается на нижний пузырь, увлекаемый шариком на дно, и верхний конус. Конус схлопывается, из его нижней части вылетает тонкая струя, которая постепенно становится все толще. Толстая струя поднимается на четверть метра, после чего разрывается на отдельные капли за счет поверхностного натяжения. А первые быстрые капли взлетели на метр, и чтобы увидеть, как они будут падать вниз, надо подождать еще некоторое время. Когда конус уже сформировался, он начинает схлопываться за счет разности давлений, гидростатического давления внутри жидкости и внешнего атмосферного давления. При этом внизу конуса гидростатическое давление больше, и поэтому тонкая струя, которая там формируется, самая быстрая. А по мере того, как конус схлопывается, струя становится все толще, но скорость ее падает. До сих пор мы имели дело с кумулятивными струями в жидкости, но они могут подниматься не только из жидкостей, а, например, из тонкодисперсного песка. Ну и вот мы построили установку для того, чтобы показать вам этот эффект. Здесь сверху находится электромагнит, которому будет крепиться шарик. Дальше шарик будет падать в емкость с тонкой и специально подготовленной содой. Это главное в этом опыте. Надо ее просеять и прокалить так, чтобы она не слипалась, вобрав в себя влагу из окружающего воздуха. И теперь мы готовы к проведению эксперимента. Шарик падает в соду и поднимает султанчик разлетающихся брызг. А потом откуда-то из глубины вылетает тонкая прямая струя и поднимается на четверть метра. Затем струя распадается на своеобразные капли, хотя здесь нет поверхностного натяжения. Так почему же содовый порошок ведет себя как вода? Ведь если я возьму шарик и брошу его в обычный песок, то всплеск песка есть, воронка есть, а струя при этом не формируется. А дело в том, что частицы соды очень малы и содовый порошок ведет себя как воздушно-пылевая смесь. Когда шарик падает в нее, то точно также формируется воздушный колодец, он схлопывается, образуется конус и из него и вылетает длинная кумулятивная струя. А сейчас я перейду к новой серии опытов, в которой кумулятивная струя будет формироваться еще одним способом. Ну и начнем мы с опыта с пробиркой. Я беру пробирку, наполненную водой почти доверху и отпускаю ее. И при ударе об стол из нее вылетает кумулятивная струя. Но для того, чтобы пробирка двигалась вертикально, я вставлю ее вот в этот держатель и сейчас отпущу пробирку и мы сможем разглядеть подробности формирования кумулятивной струи в скоростной съемке. И вот пробирка падает, из нее вылетает кумулятивная струя, пробирка подпрыгнула, второй удар и вторая струя еще более мощная вылетает из пробирки. И вот третья струя и наконец все успокаивается. Как же объяснить этот опыт? А все дело в том, что когда пробирка падает, вода в ней находится в состоянии невесомости и на воду действует сила поверхностного натяжения, которое затягивает воду на стенки пробирки. Так что формируется вот такой полусферический мениск. А затем происходит резкий удар и вода, находящаяся вблизи стенок, обрушивается вниз и к оси пробирки. И она-то и выдавливает узкую и очень быструю кумулятивную струю. А сейчас еще один красивый опыт из этой серии. В прозрачный пластмассовый шар мы налили не воду, а подкрашенный спирт. Он гораздо лучше смачивает пластмассу и в нем легче образуется мениск. И сейчас я с помощью горелки пережгу нить, на которой висит шар. Шар ударится об основание платформы и мы посмотрим, что при этом произойдет. Шар падает вниз, удар и образуется удивительная кольцевая кумулятивная струя. Она ударяет в потолок и оттуда бьет еще одна струя уже обычного вида. И второй удар и спирт продолжает растекаться по стенкам. Все смешивается в бушующих волнах изопропилового спирта. А теперь еще один опыт, которым занимаются юные физики в этом году на своем турнире. Я беру стакан, раскручиваю в нем воду и кладу в него теннисный шарик, так чтобы он держался по центру. А теперь отпускаю стакан и шарик поднимается на высоту в 1 метр. В этом опыте есть свои хитрости, с которыми мы сейчас и разберемся. А для этого надо посмотреть, что происходит с шариком и с водой в сосуде в свободном падении. Ну и мы собрали вот такую установку. Здесь с одного конца закреплена камера, которая будет вести съемку, а с другой стоит стакан с водой и шариком. Ну и как обычно нужно раскрутить воду, дать шарику отстояться, поднять всю установку и отпустить ее в свободное падение. И вот легкий шарик неожиданно погружается под воду все глубже и глубже. Куда же дело сила Архимеда? Удар и установка падает на одеяло. Архимедова сила появляется за счет гидростатического давления. А гидростатическое давление создается силой тяжести. В невесомости гидростатическое давление исчезает и остаются только силы поверхностного натяжения. И как это не удивительно, за время падения они успевают затянуть шарик под воду. А потом происходит удар и вода, окружающая шарик, с большим ускорением устремляется вниз и к оси сосуда. И за счет этого и создается мощная кумулятивная струя, которая вышвыривает шарик наверх. А теперь я сменю Алексея, показавшего нам так много прекрасных опытов. И немножко потеритизирую. И обсуждать я даже буду не кумулятивные струи, но собственно кумулятивный эффект. И для этого рассмотрю модельную задачу. Пусть у меня внутри идеальной не сжимаемой жидкости имеется сферическая полость и жидкость устремляется в эту полость по радиусам. Вот таким образом, как показано на этой картинке. И поэтому радиус полости все время уменьшается. Что же при этом происходит со скоростью жидкости на поверхности полости? Я эту скорость обозначу буквой В. Радиус текущий. Пусть у меня будет R. Ну и тогда мы найдем полную энергию всей жидкости, которая сейчас движется к центру полости. Ну надо взять плотность энергии на поверхности, это РОВФ в квадрате, и умножить ее на характерный объем. Ну поскольку у меня никакого параметра длины здесь нету, кроме радиуса. Характерный объем будет R в кубе. Если вы возьмете интеграл аккуратно, еще Пи получите. Но не Пи, не двойка, они для нас не существенны. А существенны от того, что если жидкость идеальная, то энергия будет сохраняться при таком обжатии. А это значит, что произведение В в квадрате на Р в кубе будет постоянным. Ну и теперь смотрите. Пусть радиус полости уменьшился в 10 раз. Но это значит, что Р в кубе, ее объем уменьшился в 1000 раз. А к силу постоянства этого произведения, В в квадрате должно в 1000 раз увеличиться. Ну сама скорость увеличится в квадратный корень из 1000, это 30 с хвостиком. Но вообще-то нам нужна не скорость, а квадрат скорости. Ведь именно квадрат скорости входит в динамический напор жидкости. И стало быть, радиус уменьшился в 10 раз. А динамический напор увеличился в 1000 раз при этом. Ну и это, собственно, и есть кумулятивный эффект. Но правда, надо здесь сказать, что задача у меня была идеализированная. Точную полость получить невозможно. Если у меня внутри полости был воздух, когда он обожмется в 1000 раз, его плотность уже сравнится с плотностью воды. Понятное дело, что обжатие дальше приостановится. И оно раньше еще, наверное, приостановится. И еще у меня как бы считалось, что жидкость несжимаема. Но, тем не менее, модель нам показывает, насколько сильно увеличиваются давления при таких обжатиях. И все это можно, конечно, приложить не только к этой модельной задаче, но и непосредственно к кумулятивным струям. А теперь мы поговорим о применении кумулятивного эффекта в военном и взрывном деле. Еще в 19 веке инженеры стали применять заряды с конической выемкой для получения направленного взрыва. А уже в 20 веке было понято, что если, во-первых, покрыть эту коническую выемку тонкой металлической оболочкой, ну и установить такой заряд не вплотную к броне, а на некотором расстоянии от нее, то тогда получающаяся при взрыве кумулятивная струя пробивает в оболочке тонкое отверстие. А математическую теорию такого эффекта построил Михаил Алексеевич Лаврентьев, который для основания этой теории выдвинул главное предположение, что и металлическую оболочку, и струю, и броню при таких скоростях и давлениях можно считать состоящими из идеальной несжимаемой жидкости. Симуляцию, которую вы сейчас посмотрели, мы взяли с канала Lensmart GP, на котором вообще есть очень много разных любопытнейших симуляций. Ссылочка будет внизу, и очень рекомендуем вам туда заглянуть. А теперь настало время перейти к нашему заключительному вопросу, и он будет таким. Наверное, все вы брызгались, зайдя по пояс в воду, и спрашивается, как эффективнее послать струю подальше, шлепая силой ладошкой вот так по воде, или направляя струю, сжав ладошку лодочкой и двигая ее горизонтально. Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok